В первый же день по прибытии состоялась пресс-конференция, где журналисты получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы по истории, культуре и краю от членов жамбылской делегации. В рамках запланированных мероприятий Остончании в Государственном академическом театре имени Горького смогли посмотреть пьесу Ченгизаитматова «Пеги-пёс, бегущий краем моря». Во второй день представители творческой интеллигенции Жамбылской области возложили цветы к памятникам великого Жамбыла и легендарного полководца Бауржана Мамушулы, отдав таким образом дань памяти выдающимся сынам казахского народа. «Вот сегодня проходят Дни культуры в сердце Казахстана, Астане. Я этому очень рад. Каждая страна гордится своими акынами, учёными, героями и городами. Передаю большой привет и желаю счастья». Мероприятия продолжились и в Национальном музее Республики Казахстан. Здесь жители и гости столицы знакомились с экспозициями древней, средневековой и современной эпохи, представленные Жамбылским историко-краеведческим музеем, который, к слову сказать, отмечает в этом году своё 85-летие. Во Дворце мира и согласия прошла грандиозная акция, сделана в Казахстане. Свою продукцию представили 25 ведущих товаропроизводителей Жамбылской области. Среди них предприятия химии, строительной индустрии, лёгкой промышленности, а также изделия мастеров прикладного искусства. «То, что мы производим, мы решили показать это нашему народу, нашей стране. У всех производителей Казахстана очень качественные товары, ничем не хуже производителей других стран». В рамках Дней культуры свою продукцию на ярмарку привезли и сельхозтоваропроизводителей региона. Это 315 тонн различной продукции на общую сумму в 300 миллионов тенге. Останчане охотно раскупали товар на 8-15 процентов ниже рыночной стоимости. «Сегодня ярмарка товаропроизводителей Жамбылской области очень прекрасно проходит. Вот купили яблоки, фрукты, мясо по низкой цене». «Так как сказали, что ярмарка приехала с Жамбылской области, нам сразу стало интересно». «Цены очень выгодные. В Жамбылской области воздух чистый, и продукты все чистые. И в связи с этим я приехал на эту ярмарку, купил мёд. Спасибо вам». Торжественные мероприятия завершились большим галоконцертом Ула-Дала-Ула-Сэм во Дворце Мира и Согласия. Участие в нём приняли признанные мастера культуры и искусства, коллективы художественной самодеятельности древнего Тараза. Насладиться искусством своих земляков пришло немало депутатов, представителей других профессий. Одни культуры Жамбылской области прошли на высоком организационном уровне и доставили немало удовольствия и наслаждения астанчанам и гостям столицы.